Если вы окно разбили, не спешите признаваться, погодите, не начнётся ли вдруг гражданская война. Артиллерия ударит, стёкла вылетят повсюду, и никто ругать не станет за разбитое окно. Это слова как раз из книги Григория Остера «Вредные советы». А пока Григорий Остер давным-давно это писал, в 2007 году Владимир Путин вот уже сейчас, в 1924-м, приказал своим силовикам, кагибистам не допустить смуты. А что, в России возможна революция? Гражданская война сейчас? Ну, вообще мы в этом направлении движемся. Я думаю, что вот не то, чтобы прямо сейчас. То есть, всё-таки такая предреволюционная ситуация, по сути, сложилась. Но, как говорил Ленин, наличие революционной ситуации, это ещё не гарантирует, что завтра же разразится революция. Иногда это занимает годы, а в некоторых случаях, писал Ленин, десятилетия. Ну, в нашем случае все процессы ускорились по сравнению с периодом столетней давности. Конечно, речи о десятилетиях не идёт, но в любом случае вот этот лаг, зазор, так сказать, есть. Но, строго говоря, противоречие между обществом... Из чего вырастает революция? Из наличия такого фундаментального противоречия между различными политическими игроками. В случае с Лениным классами сейчас между обществом и государством, режимом. То есть режим, очевидно, не отражает интересы общества, общество всё это больше осознаёт. Поэтому, если ситуация не изменится, если она будет продолжать оставаться примерно такой, какой остаётся сейчас, или даже будет ухудшаться, то противоречие это будет нарастать, и рано или поздно оно, очевидно, взорвётся. Вот, я чуть выше сказал про то, если ситуация не изменится, потому что надо иметь в виду, в принципе, с помощью реформ можно практически до последнего момента можно попробовать избежать революции. Люди в целом противники чрезмерного, знаете, экстрима, они противники, так сказать, перенапряжения сил. Ну, бывают моменты, когда они, так сказать, облабляются, когда они взрываются, когда они становятся очень иррациональными. Но это, скорее, исключение из правил. Если ситуация продолжится вот в такой динамике, как и сейчас, революция возможна? Да, она не просто возможна, она рано или поздно обязательно произойдёт. Но, повторюсь, из нынешнего момента мы не можем исключить того, что власть по истечению какого-то времени начнёт реформы. Путин ли сам, ли, или кто-то другой, кто вместо него придёт. Ну, вот, как Горбачёв пытался спасти Советский Союз с помощью реформ. Повторюсь, люди противники перенапряжения, и поэтому даже если они революционно настроены, но видят, что власть начинает менять ситуацию, они, в принципе, соглашаются обычно подождать. Аббас, а почему Путин именно сейчас начал говорить о возможных переговорах с Украиной, о перемирии, прекращении огня? Почему? Ну, вообще-то он ведь время от времени это давно говорит. Наверное, вот с осени прошлого года, мне кажется, это такая регулярно звучащая мысль. Я думаю, тут есть два компонента. Первый связан с внутриполитической ситуацией. Очевидно, что российское общество устало, не хочет больше воевать, ему это всё надоело. Это даже официальная социология показывает. Элиты устали. И Путин периодически посылает им всем сигнал, стабилизирует таким образом ситуацию. Дескать, не думайте, что я псих ненормальный, которому это всё доставляет удовольствие. Нет, это вынужденная война, и я очень хочу её прекратить. И не беспокойтесь, как только окно возможности откроется, я этим воспользуюсь, и сразу же эту войну прекращу. Это как раз попытка избежать роста такого напряжения, из которого и вырастает революция. То есть, по его замыслу люди должны время от времени слышать, как он хочет переговоров, должны воздыхать и говорить, если бы ещё украинцы согласились, тогда бы давно уже и не было бы войны. Вторая составляющая связана с внешнеполитическим фронтом. Запад, как видим, он так подустал, действует уже непоследовательно. Кто помощь обеспечивает, кто её замораживает. И Путин это чувствует и пытается этим воспользоваться. Для этого он усиливает позиции вот этих Путин-ферштейров, то есть западных игроков, ну, типа Трампа, которые говорят всем, дескать, ну, что вы его демонизируете, там, что вы какую-то придумали войну, так сказать, на уничтожение, там, да. Да, нормальный он парень, ну да, у него есть проблемы, там, с Украиной. Ну, пойди в них разберись ещё, там, значит, вот, ну, две страны делят, обе, обе когда-то были частью Советского Союза, делят вот советское наследство. Ну, это частная история, это не Гитлер, зря вы, так сказать, там, раздуваете. Вот, видите, опять заявил о том, что хочет мира. Ну, да. И в результате вот эти трамписты, так сказать, Путин им посылает эти сигналы о том, что он якобы хочет мира. Они эти сигналы подхватывают, разносят, так сказать, да, и воздействуют на американские, там, шире западное общественное мнение, мешая, значит, политикам типа Байдена, которые пытаются мобилизовать Запад, мешая им таким образом. Вот я вижу два аспекта, почему он время от времени об этом говорит. Аббас, тем временем главком вооружённых сил Украины Александр Сырский сообщил, что он дал разрешение французским инструкторам военным войти на территорию Украины, тренировать украинских военных, а такие страны, как Польша и страны Балтии, вообще заявили, что они не допустят продвижения Путина в глуби Украины, и отправят свои войска на помощь, если такое произойдёт. Это сильно меняет расчёты Владимира Путина, на ваш взгляд, сейчас? Ну, конечно, он всё вынужден это принимать во внимание, и он, и силовики, и вообще российские элиты всё это должны принимать во внимание. Это свидетельство того, что надежда на то, что вот всё, Запад сдулся, ну, она, значит, пока, так скажем, этот вывод, надежда это не подтверждается пока, ну, то есть есть какие-то признаки, да, в конце концов, полгода помощь американцы всё-таки свою морозили, это факт, да, но потом разморозили, а тут вот такая риторика, так сказать, да, поэтому, конечно, такие вещи дополняют картинку и в невыгодном для Путина ключе. Другое дело, что, ну, риторика такая, так сказать, с двух сторон за эти два года, она там звучала, то есть слова звучали неоднократно самые разные, поэтому понятно, что преувеличивать значение слов не стоит. Вот, ну, то есть, да, поставят галочку, так сказать, зафиксируют, будут иметь в виду, то есть, да, это аргумент в пользу того, что, значит, что-то мы их недооценили, значит, всё-таки нет, там, решительно настроены, поэтому, да, наверное, война затянется, поэтому, да, наверное, ну, надо как-то ужиматься, надо экономить ресурсы, надо менять стратегию. Собственно говоря, ну, это укрепит те выводы, которые, судя по всему, Путин сделал ещё весна, когда он начал менять правительство, потому что вот те отставки, те перестановки в правительстве, которые происходили, в правительстве, в частности, в Министерстве обороны, вообще в силовом блоке, они говорят о том, что Путин осознал, значит, то, что ресурсов может не хватить и переходит сейчас, если можно так выразиться, в режим ресурсосбережения, энергосбережения, то есть не обострять без необходимости, не повышать градус бездумно по любому поводу, градус противостояния, да, значит, не перегревать, так сказать, систему, потому что систему теоретически может и не выдержать. Вот те заявления, о которых вы сказали, но они укрепляют его, его и элиты, которые, так сказать, вот этих технократов, да, которые против эскалации, которые его убеждают и которые сейчас, ну, на коне, а не в российской политике, побеждают ястребу. Вот, они убеждают всех, что да, мы сделали правильные выводы, Запад настроен решительно, и с этим надо считаться. А как вы считаете, зачем и кому Путин передает сигналы о том, что Зеленский нелегитимен? Это, знаете, такая психотерапия, по-моему. Ну, то есть... Для себя лично? Да, я думаю, для себя лично там. Ну, то есть есть надежда, что сторонники тебя услышат. Ну, какое-то количество людей в стране есть, которые еще не разуверились в Путине окончательно и слушают его. Да, и молчать же нельзя, надо все время что-то говорить. Ну, вот, можно попытаться навести тень на плетень. Ну, серьезного, конечно, такого влияния на все... Вот эти слова ни на кого не окажут. Ну, совершенно точно на Западе люди тут посмеются. Вот, в Украине, думаю, тоже. В России, ну, подавляющее большинство пропустит это мимо ушей, потому что, как говорится, чабы-коробы мычавы. Ну, то есть Путин после того, как он провел эти абсолютно несвободные, там, ужасающие, просто неконкурентные, зарегулированные, сфальсифицированные даже в этом случае выборы, что, ну, после этого что-то там рассуждать про чужую легитимность, ну, это уж смешно, понимаете. Вот он сейчас, он реально наводит тень на плетенье, он пытается изобразить ситуацию так, будто провести выборы в срок, это главное требование к выборам. Да, то есть все остальное не имеет значения, вот главное, чтобы они прошли в срок. Но это не так, и люди это прекрасно понимают. Ну, то есть даже если они это не формулируют, у них это ощущение есть. Что провести выборы в срок, это важно, но это не единственное и даже не главное требование к выборам. Выборы должны быть конкурентными, они должны быть свободными, они должны быть под контрольным обществом, то есть должен быть обеспечен общественный контроль за процедурой и за результатом. В общем, не такими, как в России. Ну, конечно, да. Потому что когда не допускают до выборов Дунцову, провинциальную тверскую журналистку, когда не допускают до выборов Надеждина, несмотря на то, что все видели очереди людей, сдающих подписи за Надеждину, очередей, сдающих подписи за Путина, не видел никто. Они так вот прям очень секретно как-то собрали эти подписи. На Лумянке. Да, на Надежде, на подписи они собрали, значит, все это видели. Его не регистрируют, понимаете. Убивают Навального в этот момент. Свистопляска это с телом его, когда его сначала пытаются не отдавать. Понимаете? Вот один к одному вот это все. Потом вот это трехдневное голосование, когда вот это беспредельное давление административного ресурса. Когда людей просто за желание прийти на избирательный участок в воскресенье в 12 часов, значит, объявлять что-то непреступниками, прокуратура их серьезно, полном серьезе предупреждает о том, что в этом есть состав правонарушения. Десятки этих людей арестовываются. Когда в воскресенье вообще фактически отменяют тайну голосования, понимаете? Ну, вот тайна голосования это уже альфа и омега. Как минимум с конца 19 века, вот в Австралии его впервые внедрили, называется поэтому Australian Ballot, австрийский бюллетень. Значит, с тех пор это альфа и омега в любом цивилизованном обществе. Вот, даже в Советском Союзе тайна голосования существовала, хотя бы номинально. А здесь реально снимают в воскресенье, вот в этот день, когда полдень против Путина должен был пройти, да, они снимают, значит, у кабинок вот эти занавески. Там и так такие символические занавески висели, знаете, ну, только плечи, условно говоря, закрывали человеку, да. И, в принципе, ну, было видно, если что-то он там пишет, это уже было видно. Да, ну, то есть ты зайти и поставить быстро галочку можешь, вот. А если ты там стоишь и что-то расписался, то есть бюллетень, видимо, портишь, да, то тут уже там ушлые члены избиркомов и полиция, тебе там руки крутят. А потом в третий день еще эти занавески сняли, вообще, то есть ты на виду, да, и стоит через плечо заглядывать либо сотрудник избиркома, либо полицейский. Там квинтэссенция этого дня стала история, если не ошибаюсь, ну, это в Крыму было, по-моему, в Феодосии, в общем, где-то в Крыму, значит, парня, вот он вышел, ну, он что-то написал, он вышел оттуда, полицейский подходит, говорит, пройдемте, берут его под руки. Он начинает вырываться, значит, типа, дайте мне проголосовать, они его не пускают в курни, и они его поволокли, и он, значит, его тащит, а он этот бюллетень съедает, понимаете, как в фильмах про гражданскую войну, когда бюллетень арестовывают там красноармейца с пакетом, да, красноармейцы съедают это все. Вот, к вопросу о революции. Ну, тем не менее, смотрите, газета The Times, она написала интересную такую вещь, расследование, как хотели ФСБшники ликвидировать Буданова, ГАУ военной разведки Украины, и выкрасть, похитить Зеленского для того, чтобы там привезти его в Москву, там где-то он там расписался и так далее. Путин действительно считает, на ваш взгляд, что если он ликвидирует этих двоих людей, этих двух, то война закончится? Он, а что ему остается делать, вот, Александр, вот, если не считать... Конечно, людей убивать. А, что? Ну, конечно, говорю, убивать людей, что ему остается делать. Нет, смотрите, это значит, если выясняется, что это зависит не от Буданова, не от Зеленского, не от еще там какого-то количества этих, значит, негодяев, которые возглавили Украину, если признать, что не от них зависит, а если не будет Буданова и Зеленского, будут кто-то другие, и все равно будет то же самое, то ему придется признать крах вообще своей концепции о том, что украинской нации не существует, что это на самом деле люди оболваненные и, значит, и раздавленные репрессиями, так сказать, вот этого нелегитимного режима. То есть он же пытается изобразить дело так, словно то, что в Украине как раз то, что есть в России, оно на самом деле якобы в Украине, понимаете? Ну, то есть вот эта нелегитимная власть, захватившая эти фунты буквально-таки, да, КГБшная, захватившая власть в России, вот, он пытается изобразить это дело, что это вот так, да? И если ты признаешь, что дело не в фунте, а дело в народе, ну, то грош цена вообще всей твоей концепции. Если россияне вот это вот окончательно, так сказать, осознают, ну, в этом направлении движется, конечно же, вот, ну, вот, скажем, он это признал, все признали, ну, да, все, войне конец, да, и Путину тоже конец, да, то есть, получается, ты нас обманул, ты нам говорил, что это наши, только плохие наши, надо их вернуть к нам, вот, а это другие, оказывается, ну, то есть что мы их должны присоединить? Ну, давайте турков-то присоединим, там, румынов, там, итальянцев, там, ну, бред же, вот, понимаете? Вся концепция, вот, вся идея войны в Украине, вторжения в Украину базируется на том, что там наши люди, понимаете, одураченные и раздавленные репрессиями, вот, Зеленского, условно говоря, понимаете? Поэтому ему приходится делать вид самого себя убеждать, все окружение убеждать, потому что вот нам сейчас надо Зеленского, там, Буданова и так далее, чтобы не признавать свое историческое поражение вот своей концепцией вообще. Аббас, а зачем, вот, для чего Путин поехал озвучивать все эти фразы о перемирии, о легитимности и нелегитимности Зеленского к Лукашенко? Почему именно туда? Зачем ему понадобился для этого Александра Григорьевича? Не, ну, конечно, он поехал не для того, чтобы эти мысли озвучить, он поехал туда решать, ну, задачи, связанные с поглощением Белоруссии, интеграции Белоруссии, он же пытается постепенно Белоруссию всосать в состав России. То есть ему надо что-то вот постоянно поглощать, просто так сидеть он не может. И, да, и поэтому он поехал ради этого, но поскольку сами форматы предполагают общение с прессой и какие-то заявления, ну, все, какие мысли у него там в голове бродят, все, что касается текущей повестки, ну, вот он заодно и озвучил. То есть не ядерное учение, не ядерное испытание, а поглощение Белоруссии? Ему Лукашенко не для ядерного там не нужно? Нет, ну, политика штука многофакторная, то есть крайне редко бывает, чтобы только один фактор доминировал. То есть есть стратегическая задача поглощения Белоруссии, есть тактическая задача, надо напугать там Запад, и может быть не столько напугать Запада, сколько вдохновить союзников. Понимаете, вот он вынужден между Сылой и Харибой маневрировать. Ему, с одной стороны, надо демонстрировать Западу, что он, так сказать, не какая-то, не Гитлер, и поэтому, так сказать, расслабьтесь и уговорите украинцев сесть за стол переговоров, согласиться на мои условия, и для этого он периодически говорит, что он за мир и так далее. Но, с другой стороны, он же должен и Запад пугать, и своих собственных сторонников, так сказать, воодушевлять, да, и поэтому и оружием надо бряться, и, так сказать, убивать надо, да. Вот он, обе эти задачи, они взаимосвещающие, но он вынужден их решать. И ядерное оружие, ну, это один из инструментов, то есть условно, видите, это работает, но в случае с такими людьми, как вот Илон Маск, да, он же изначально, мы помним, занял такую позицию абсолютно проукраинскую, да, он там в первые дни самые тяжелые тут же организовал помощь Старлинк и так далее, а потом вот Путин там начал бряться с ядерным оружием, Маск испугался, что реально сейчас ударит, да, и начал там уже, и занял такую позицию. Ну, с другой стороны, если вдуматься, то, наверное, претензии России там имеют смысл, и Крым надо посмотреть, и, чей он, и так далее, вот, ну, начал дрейфовать в сторону Путина. То есть это тоже в отношении каких-то аудиторий такая работающая стратегия, да, и поэтому вот он и это дело использует. Поэтому вот в этом случае он решал две задачи. Одна внешнеполитическое запугивание, так сказать, внешнеполитических противников, а с другой стороны, значит, ну, есть вот там внутренние вопросы, связанные с финансированием Беларуси в обмен на ее суверенитет. То есть там идет борьба с Батькой. Лукашенко хочет деньги получать, а суверенитет не отдавать. А Путин хочет, чтобы в обмен на деньги был суверенитет, и они до бесконечности торгуются. Ну, то есть это, на самом деле, очень сложные, такие очень тяжелые отношения. Они, на самом деле, друг друга очень не любят. История конфликтов между ними, вот, значит, более 20 лет, вот буквально с 2001, нет, с 2002 года, как минимум, у них есть очень серьезные противоречия. Да, и поэтому вот этот вот... А их обстоятельства толкают в объятия друг к другу? То есть исторически сложившаяся тема интеграции. Еще Ельцин, еще с Лукашенко, помните, там этим занимался, союзное государство создал Ельцин, не Путин же. Во-первых, то есть историческое наследие, общественный спрос, ну, то есть в какой-то степени есть запрос общества на это. И плюс самое главное, это то, что оба диктаторы, оба находятся под санкциями и подвергаются давлению со стороны как внутренней оппозиции, так и внешних противников. Да, и, соответственно, оборону держать легче вместе. Поэтому, если, условно говоря, рухнет... Ну, Путин не может прям себе позволить, чтобы рухнул режим Лукашенко, как бы Лукашенко не был ему неприятен. Но если режим Лукашенко рухнет, то велик шанс, что там установится демократия. А если в Беларуси будет демократия, так это даже хуже, чем у Украины, понимаете, будет. То есть Украина уже отчасти все равно отрезанная ломать. А Беларусь, они еще свои, так сказать, да. И если и они начали строить демократию, и тем более, не дай бог, как сказать, ну, не дай бог, с точки зрения Путина, у них что-то начало получаться, ну, после этого говорить о том, что вот нам, россиянам, демократия не подходит, то, чем занимаются сторонники нынешнего режима, у нас так, дескать, особый менталитет там. Но это вообще тогда, без того люди подозревают, что это бред, да, но тут окончательно убедятся. Слушай, украинцам можно, белорусам можно, а русским нельзя. Ребята, вы что, шутите, что ли? Понимаете? Поэтому Путин не может себе позволить, чтобы белорусский режим нынешний рухнул. Это будет воспринято как стратегическое поражение Путина. Путин, который терпит поражение, никому не нужен. Вся его легитимность держится на том, что он побеждает. Да, поэтому он не может себе позволить проиграть Беларусь. Поэтому он пытается, так сказать, ее с одной стороны поглотить, с другой стороны не допустить падения нынешнего режима. То есть он не может передавливать, чересчур сильно давить на Батьку, потому что в результате, если возникнет конфликт, то есть он будет давить, Батька будет сопротивляться, возникнет конфликт, да, и неизвестно, чем закончится. И, скорее всего, поскольку в целом запрос белорусского общества на демократию очевиден, скорее всего, падение режима Лукашенко приведет к формированию движения в направлении демократии. Повторюсь, это тут же воодушевит российскую оппозицию, обескуражит сторонников путинского режима. Вот, это очень серьезная проблема будет. Ну, вот этим он и занимается. Друзья, спасибо большое, что все это время проводите с нами, подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Дмитрий Гордон, гостя Гордона, подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал Аббаса Голямова, там вы найдете много очень интересной и нужной аналитичной информации и оставляйте как можно больше лайков и комментариев. Под наши беседы тоже не забывайте.